Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюс. Сегодня с тобой я, Юлия Ананичева. Начинаем наш выпуск. 8 июня состоялся видеомост, посвященный обсуждению показателей рейтинга QS. В Казанском университете прошло совещание с экспертами по экологическим вопросам. Руководство Елабужского и Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета представили новую стратегию развития и защитили дорожную карту. Какие изменения ожидаются в области науки и образования в этом году, узнаем прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ состоялась защита дорожной карты. Прежде чем начать заседание, ректор Казанского университета посетил инженерный центр Елабужского института. Здесь были представлены электромобили, сконструированные и изготовленные студентами инженерно-технологического факультета. А далее на публичной защите дорожной карты ректор отметил необходимость подготовки специалистов, чьи профессии будут востребованы в ближайшие 50 лет. Тем самым позволяя Казанскому федеральному перешагнуть порог университета 1.0 и успешно прийти к тому, чтобы стать университетом 3.0. Международный рейтинговый макет СМПУ есть. Мы с вами в целом по университету улучшили свои позиции примерно на 100 единиц. По итогам прошлого года, когда подводились результаты, мы были промежутки 500-550. Сейчас 400-450, а точнее мы занимаем 441 место. Директор Елабужского института озвучила план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности. В 2017 году планируется реализовать академическую мобильность студентов, которые принимают участие в различных форумах и мероприятиях. Выигрывают гранты на обучение в различных университетах мира. Также будет произведена оптимизация организационной структуры института. Планируется объединение кафедр на юридическом факультете. Наиболее важным вопросом стали показатели публикации научных статей в известных мировых журналах. У нас неплохой опыт в этом году появился. Мы заключили договор на публикацию статей наших коллег. В 2016 году от Елабужского института всего было опубликовано 108 статей в Скопус и в Эп оф Сайенс. Что касается российских журналов, то в марте 2017 года Елабужский институт КФУ составил договор по подготовке и изданию спецвыпуска журнала «Теория и практика физической культуры», входящего в перечень ВАК Российской Федерации и включенного в Российскую международную базу научного цитирования. Результаты, которые подводят агентство, они носят накопительный характер, особенно по наукометрическим данным. Данные берутся за последние пять лет, а в этом году были внесены изменения и цитирования за последние шесть лет. Посмотрите то, что было шесть лет назад, и сегодня мы, по сути, с вами являемся совершенно другим учебным учреждением. Поговорили и о науке. Елабужский институт по-прежнему активно включен в реализацию стратегической академической единицы «Учитель XXI века». Институт представляет четыре проекта, один из которых – робота «Старт», целью которого является разработка и использование малоразмерных андроидных и биоморфных роботов в образовании школьников. Информация, представленная директором института, говорит сама за себя. Четко видно, какой вклад вносит Елабужский институт в развитие Казанского университета. К примеру, вклад этого вуза вдвое больше, чем его удельный вес по количеству преподавателей и студентов. А после публичной защиты в Елабужском институте Казанского федерального состоялась презентация дорожной карты в набережной Челнинском институте КФУ. Отметим, что перед данным институтом стоят амбициозные цели, стратегии по достижению которых были успешно озвучены на защите. Аделя Шамилова, Анна Глазунова, Ленарх Довлетьяров, Универньюз. 8 июня опубликован рейтинг вузов КиЭС. Согласно ему, Казанский федеральный университет сумел за год обойти более 100 конкурентов из разных стран мира и сохранить первенство среди федеральных университетов России. О глобальном рейтинге и не только поговорили на видеомосте Москва-Владивосток-Лондон. Обсуждению показателей рейтинга КиЭС 8 июня была посвящена пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Владивосток-Лондон. Он состоялся на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Основными спикерами выступили ректоры КФУ Эльшат Гафуров, Ниту Алифтина Черникова, МГТУ имени Баумана Анатолий Александров и региональный директор компании КиЭС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, отвечавший на вопросы экспертов из Лондона. Комментируя динамику показателей рейтинга КиЭС, Эльшат Гафуров обратил внимание, что на сегодняшний день число российских вузов, попавшие в рейтинг КиЭС, возросло до 24, что значительно усиливает позиции страны. Среди ключевых факторов, позволивших КФУ подняться в рейтинге КиЭС на 60 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом, Эльшат Гафуров отметил коллаборацию ряда институтов КФУ в направлении трансфера технологий и развития междисциплинарных исследований. Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильно оказалась, хотя в результате создания федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов. Одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, регионы. Это прежде всего привозки федерального округа, и мы участвуем в проекте глобальной конкуренции. Региональный директор компании КиЭС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева поддержала позицию ректора КФУ. Она заметила, что те или иные перемещения наших вузов в рейтинге КиЭС, даже некоторое снижение позиций трех российских университетов в сравнении с прошлым годом, вовсе не означает, что они стали хуже работать. Возможно, как раз наоборот. Представитель КиЭС также отметила прямую связь между продвижением российских вузов в мировом рейтинге и работой программы повышения глобальной конкурентной способности 5-100. Эта программа предполагает, что 5 российских вузов в 2020 году должны войти в первую сотню ведущих университетов мира. Если посмотреть на активность Британского совета, Института Франции, Института Конфуция, все вот эти организации занимаются тем, что продвигают культуру и образование своей страны. У России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе. Возможно, нам это было не актуально, но по крайней мере сейчас отчасти проект 5-100 берет на себя такую функцию. И этот эффект работает на все университеты. Неважно, участвуют они в проекте или нет. Ключевым фактором стоит еще отметить прием иностранных студентов в российские вузы. В последнее время работодатели по всему миру стали лучше воспринимать выпускников из России. Если раньше со рубежом широкой известностью пользовался только МГУ, то постепенно и другие вузы приобрели определенную узнаваемость. Например, Казанский федеральный университет лидирует в России по темпам прироста зарубежных студентов и намерен довести их количество в 2017-2018 учебном году до 5000 человек. При этом стоит отметить результаты успешной научно-исследовательской деятельности университета, подтверждаемой публикациями. Елизавета Евтифеева, Универньюс. Чтобы осознать весь масштаб экологической ситуации в республике, предлагаем прямо сейчас познакомиться с проблемами загрязнения. Действительно ли Татарстан столкнулся с угрозами, выяснила Аделья Шмелова. Республика Татарстан получила в наследие от советского периода тяжелую экологическую ситуацию на большей части своей территории, так утверждают специалисты по экологическим вопросам множество республиканских вузов и представители Министерства по экологии Татарстана. Решить проблему с загрязнением окружающей среды можно только сообща. К такому выводу пришли специалисты на встречи с директором Института экологии и природопользования и проректором по научной деятельности Казанского федерального университета. Данная встреча была посвящена организационным вопросам планируемого круглого стола, который должен состояться 14 июня в стенах вуза, на котором будут решаться главные вопросы экологического состояния республики. «У нас будет доклад, коллеги ездили в Москву на мусоросжигающий завод, смотрели катаколы, надо сказать, молодой доцент, который говорит, я не принес у них катаколы посмотреть и так далее». Особенно остро стоит вопрос строительства около Казани мусоросжигательного завода. Смогут ли горожане в случае строительства данного предприятия быть уверенными в том, что воздух, которым мы дышим, безопасен? Чтобы получить ответ на этот вопрос, 14 июня в рамках встречи специалисты посетят территорию поселка Самосырово и уже на круглом столе развернут активную дискуссию по одной из актуальных тем последних дней. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Сегодня на этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok